Спасибо, президент Айринг. Мне нравится слышать братьев и сестер. Десять заповедей являются фундаментальными для христиан и иудеев. Данные Богом для детей Израилевых через пророка Моисея, первые две из этих заповедей направляют наше поклонение и наши приоритеты. В первой Господь заповедал, «Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим». Несколькими веками позже, когда Иисуса спросили, какая наибольшая заповедь в законе, Он ответил, «Возлюби», как президент Айринг сказал, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим». Вторая из десяти заповедей подробнее раскрывает направление, как не иметь других богов, и определяет, что должно быть основным жизненным приоритетом у нас, как у его детей. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что в небесах или на земле. Далее в заповеди добавляется, «Не поклоняйся им и не служи им». Больше, чем просто запрет физических идолов, это устанавливает фундаментальный приоритет на все времена. Иегова объясняет, «Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, творящий милость любящим меня и соблюдающим заповеди мои». Смысл слова «ревнитель» раскрывается. В древнееврейском оригинале оно означает «обладающий нежными и глубокими чувствами». Мы обижаем Бога, когда мы служим другим богам, то есть когда другие приоритеты становятся для нас первостепенными. Какими еще приоритетом служат до Бога даже верующие люди в наши дни? Рассмотрим следующие возможности, распространенные в нашем мире. Культурные и семейные традиции, политкорректность, карьерные устремления, материальные блага, развлечения, власть, известность и престиж. Если ни один из этих примеров не кажется применимым ни к кому из нас, мы, вероятно, можем себе представить других, к кому это относится. Сам принцип гораздо важнее, чем отдельные примеры. Принцип заключается не в том, есть ли у нас другие приоритеты. Вопрос, поставленный второй заповедью, таков, в чем состоит наш высший приоритет? Ставим ли мы поклонение и служение приоритетам или богам выше Бога, которому должны поклоняться в силу своего вероисповедания? Забываем ли мы следовать за Спасителем, который учил, что если любим Его, то будем соблюдать Его заповеди? Если да, тогда наши приоритеты перевернуты с ног на голову, духовной апатией и неконтролируемыми желаниями, так распространенными в наше время. Для святых последних дней Божьи заповеди основаны на плане Бога для своих детей, в великом плане спасения и неотделимы от него. Этот план иногда называется «Великий план счастья», объясняет наше происхождение и предназначение как детей Бога, откуда мы пришли, почему мы здесь и куда идем. План спасения объясняет цель сотворения и условия смертного состояния, включая Божьи заповеди, необходимость в Спасителе и важную роль земной и вечной семьи. Если мы, святые последних дней, которым было дано это знание, не устанавливаем свои приоритеты в соответствии с этим планом, мы рискуем служить другим богам. Знание о Божьем плане для Его детей открывает святым последних дней уникальные перспективы брака и семьи. Мы не зря известны как церковь, сосредоточенная на семье. Наша теология начинается с небесных родителей, а наше наивысшее стремление — это достичь полноты вечного возвышения, которое возможно, как мы знаем, только в семейных отношениях. Мы знаем, что брак мужчины и женщины необходим для осуществления Божьего плана. Только такой брак обеспечит подобающие условия для смертного рождения и приготовления членов семьи к вечной жизни. Мы считаем брак и рождение, и воспитание детей частью Божьего плана и священной обязанностью тех, кому дана возможность участвовать в этом процессе. Мы считаем, что главные сокровища на земле и на небесах — это наши дети и наше потомство. Имея понимание потенциальной вечной роли семьи, мы скорбим о резком снижении числа рождений и браков во многих странах Запада, которые по своей исторической культуре являются христианскими и иудейскими. Достоверные источники сообщают следующее. Соединенные Штаты Америки сейчас имеют самый низкий показатель рождаемости за всю их историю, а во многих странах Европейского Союза и других развитых странах показатель рождаемости ниже уровня необходимого для сохранения их населения. Это ставит под угрозу выживания культур и даже народов. В Америке процент молодежи в возрасте от 18 до 29 лет, состоящий в браке, упал с 59% в 1960 году до 20% в 2010 году. Сейчас средний возраст, в котором заключается первый брак, самый высокий в истории — 26 лет для женщин и почти 29 лет для мужчин. Во многих странах и культурах традиционная семья из состоящих в браке матери и отца и детей становится скорее исключением, чем правилом. Второе — стремление к карьере и вместо заключения брака и рождения детей — это растущий выбор многих молодых женщин, а третье — роль отцов и потребность в них сокращается. В разгар этих тенденций, которые нас беспокоят, мы также сознаем, что Божий план предназначен для всех Его детей, и что Бог любит всех Своих детей повсюду. Первая глава книги Мормона заявляет, что Божья сила и благость и милость простираются над всеми жителями земли. Еще в одной главе дальше говорится, что Он дает спасение бесплатно для всех людей, и что все люди Его удостаиваются как один, так и другой, и никому не запрещается. Следовательно, Священное Писание учит, что наша ответственность — быть сострадательными и снисходительными, любящими по отношению ко всем людям. Мы также проявляем уважение к религиозным взглядам всех людей, даже ко все возрастающему числу не исповедующих никакую религию. Мы знаем, что посредством данной Богом силы выбора многие люди принадлежат к вероисповеданиям, отличным от нашего, но надеемся, что они будут столь же уважительны по отношению к нашим религиозным взглядам и будут понимать, что наши убеждения заставляют нас принимать другие решения и вести себя иначе, нежели они. Например, мы верим, что важной частью своего плана спасения Бог установил вечный стандарт, что половые отношения должны иметь место только между мужчиной и женщиной, состоящими в браке. «Сила творит земную жизнь» — это самая возвышенная и великая сила, данная Богом своим детям. Право на ее использование было передано Адаму и Еве в качестве первой заповеди Бога, а другие важные заповеди были даны с целью воспрещения неправильного ее использования. Акцент, который мы ставим на законе целомудрия, объясняется нашим пониманием цели сил деторождения и выполнения Божьего плана. Вне узбрака между мужчиной и женщиной любое использование сил деторождения в той или иной степени греховно и нарушает Божий план относительно возвышения Его детей. Значение, которое мы придаем закону целомудрия, объясняет нашу приверженность модели брака, берущей начало от Адама и Евы и продолжающейся на протяжении веков как Божья модель созидательных отношений между Его сыновьями и дочерьми и для воспитания Его детей. К счастью, многие люди, связанные с другими конфессиями и организациями, соглашаются с нами по поводу природы и важного значения брака. Некоторые из них основываются на религиозном учении, а другие на том, что считают лучшим для общества. Наше знание о Божьем плане для своих детей объясняет, почему мы огорчены тем, что все больше детей рождаются вне брака. В настоящее время 41% от всех рожденных в Соединенных Штатах Америки и что число пар живущих вместе без брака за последние полвека существенно возросло. Пять десятилетий назад только малой доли первых браков предшествовало сожительство. Сейчас сожительство предшествует 60% браков, и оно обретает все большее признание, особенно среди молодежи. Данные недавнего опроса показывают, что около 50% подростков утверждают, что внебрачное деторождение — это достойный образ жизни. Существует большое политическое и социальное давление с целью внесения изменений в законодательство и политику, устанавливающих нормы поведения, противоречащие Божьим повелениям относительно половой нравственности и противоположные вечной природе и цели брака деторождения. Из-за этого давления в некоторых странах уже разрешены однополые браки. Под другим давлением перепутывается пол и стираются различия между мужчиной и женщиной, которые крайне важны в достижении великого Божьего плана части. Наше понимание плана Бога и Его учения дает видение вечной перспективы, которая не позволяет нам мириться с подобным поведением или находить оправдания в законах, которые Его разрешают. И, в отличие от других организаций, которые могут менять свою политику и даже свои доктрины, наша политика определена истинными, объявленными Богом, неизменными. Наш двенадцатый символ веры заявляет о нашем подчинении гражданским властям и соблюдении, почитании и поддержании закона. Но человеческие законы не могут сделать нравственным то, что Бог провозгласил безнравственным. Приверженность нашим наивысшим приоритетам, любить Бога и служить Ему, требует, чтобы мы обращались к Его закону за своими стандартами поведения. Например, мы остаемся под божественной заповедью не совершать прелюбодеяния или блуда, даже тогда, когда эти действия не считаются преступными по законам штата или страны, гражданами которой мы являемся. Точно так же законы, легализующие так называемые «однополые браки» не изменяют Божьего закона брака или Его заповеди и норм по этому вопросу. Мы остаемся в завете любить Бога и соблюдать Его заповеди и воздерживаться от служения другим богам и приоритетам, даже если они становятся популярными в определенное время и в определенном месте. В такой решимости мы можем остаться непонятыми, нас могут обвинить в фанатизме, подвергнуть дискриминации или нам нужно будет противостоять покушению на нашу свободу вероисповедания. Если так, то, думаю, нам следует помнить о своем первом приоритете — служить Богу и, подобно предкам-пионерам, толкать свои тележки вперед с той же силою Духа, какую проявляли они. Учение президента Томаса Монсона применимо к этому обстоятельству. На такой же конференции 27 лет назад он смело провозгласил, цитирую, «Да достанет нам мужество противостоять общему мнению, держаться праведных принципов». Мужество, а не компромисс, приносит улыбку Божьего одобрения. Мужество становится живым и привлекательным достоинством, если рассматривать его не только как готовность отважно умереть, но и как решимость порядочно жить. «Нравственный трус — это тот, кто боится делать то, что, по его мнению, правильно, потому что другие не одобряют это или будут смеяться». Помните, все люди чего-то боятся, но те, кто встречают свои страхи с достоинством, имеют также и мужество. Конец цитаты. Я молюсь о том, чтобы мы не позволили временным трудностям земной жизни стать причиной того, что мы забудем великие заповеди и приоритеты, данные нам, нашим Творцом и нашим Спасителем. Мы не должны устремлять свои сердца к мирскому и почестям человеческим настолько, чтобы перестать стремиться к реализации нашего вечного предназначения. Мы, знающие о плане Бога для своих детей, мы, заключившие завет участвовать в нем, имеем ясную ответственность. Мы ни в коем случае не должны уклониться от своего первостепенного желания достичь вечной жизни. Мы ни в коем случае не должны выхолачивать свой первостепенный приоритет, не иметь других богов и не служить другим приоритетам до Бога Отца и Его Сына, нашего Спасителя, Иисуса Христа. Пусть Бог поможет нам понять этот приоритет и быть понятыми другими в наших стараниях, следовать Ему мудро и с любовью. Я молюсь об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.